Еще раз добрый день, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Мобильная студия нашего канала находится на 18-й ассамблее «Здоровая Москва». Я чрезвычайно рада приветствовать в нашей студии ученого, которым мечтала познакомиться. У нас в студии Энтони Атала, директор Института регенеративной медицины «Вейк Форест», заведующий кафедрой урологии медицинской школы «Вейк Форест» в Северной Каролине. Пожалуйста, переведите мое восхищение его работой, потому что как научный журналист я уже очень много лет слежу за его достижениями и регулярно пишу о них. Так вот получается. Энтони Атала – пионер в таком направлении регенеративной медицины, как 3D-биопринтинг, 3D-печать биологических тканей. И вот некоторые цитаты из моих же текстов. «Профессор Атала уже создает из собственных клеток пациентов искусственный мочевой пузырь, уретру и влагалище». Одна из последних новостей – 2019 год. Под руководством профессора Аталы в прошлом году был создан прототип мобильного биопринтера, который последовательно наносит клетки кожи для восстановления кожных покров после ожогов и при таких трудноизлечимых поражениях, как, например, трофические язвы на ногах. Это очень коротко, пожалуйста, я даю возможность перевести. «Приветственно, опять же, я приглашаю наших зрителей в Московской армии. И приглашаю нас приглашаю мистер Атала, который директор Вейк-Форест института и директором регенеративной медицины. Мне отходит от тем, какие органы уже сейчас можно напечатать на 3D биопринтере. В общем, мы экспериментируем с целым рядом различных органов, и наша стратегия такова, что мы стремимся сначала научиться их делать вручную, а уж когда мы их умеем делать вручную, то можем автоматизировать этот процесс. Ну, давайте перечислим. Мочевой пузырь, я сказала, уретра, кожа, сосуды. Ага. So let us list them, maybe. The bladder, as I said, urethra, skin, vessels. Yes, we have engineered a number of organs that we have implanted into patients, including things such as skin, urethras, cartilage, bladders, muscle, vaginal organs, kidney cells for therapy. So we have a number of tissues now that we have actually produced, and that we are launching into patients. Пожалуйста. Да, вообще целый ряд органов. Это, безусловно, кожа, это уретра, это хрящи, хрящи, хрящевые ткани, это мочевые пузыри, это вагинальные органы, это клетки почек, то есть целый ряд органов, которые мы успешно пересаживаем пациентам. Вы принимали участие в дискуссии, которая была обозначена как авангард борьбы со старением, новейшие разработки и фундаментальные исследования долголетия. Вот как регенеративная медицина встраивается в борьбу со старением? You took part in a discussion on fighting aging, and what is the role and the part of regenerative medicine in fighting aging? So, you know, as we get older, our organs tend to fail more, and we're living longer. I mean, we are doing a better job at living longer. So, the challenge, though, is that as we live longer, of course, these organs tend to fail, and you may end up living longer, but not with as good a quality of life. So, regenerative medicine aims to make sure that we can repair the organs and tissues that get damaged by disease and aging, so you can have a longer life with a better quality of life. Дело в том, что когда мы стареем, наши органы становятся тоже более хрупкими, теряют свою силу, а живём мы сейчас дольше. И в этом смысле медицина делает большие успехи, жизнь людей сейчас продлена, но, безусловно, для этого нам необходимы и более сильные органы. Собственно, над этим мы и работаем, чтобы обеспечить жизни не только более продолжительную, но и с тем же качеством. Какие решения были представлены вот на этой сессии, на этой дискуссии? Что вам запало, с чем вы согласны, с чем не согласны? What were the solutions which were presented during this session, during that discussion, and what were the things you agreed and disagreed with? Well, you know, one of the things we can all agree on is that you have to start with prevention. You have to, you know, eat well, sleep well, exercise, and keep active. That's the first thing. And, you know, and then as you start to age, what I always like to say, if you don't use it, you lose it. So stay active. Keep moving and keep doing everything that you would before, because the tendencies as we age is that we start to limit our activity, when in reality, as we age, we need to do more. Because our bodies, with age, lose muscle mass naturally. By the time you get to be 40 years of age, you already have a much decreased muscle mass than somebody that is 20 years old. So you have to work very hard just to keep your muscle and your body active. And, of course, bring in all these aspects of research together, so that we do not have to fix, but rather prevent some of the challenges as you age. So, yes, there is one point, with which I believe we can all agree with you, that we can all agree with you, that the most important thing is not to be the case, but the most important thing is not to be the case, but the most important thing is to prevent заболевания and dryness. For this reason, it is necessary to be the case, 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 to be the case. As I love to say, старение начинается, and if you do not use something, you do not use something, you do not use it, 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 you do not use it. So, all these существующие наработки нужно объединить, но нужно направить усилия, скорее, на поддержание здоровья. Хочу спросить вас про взаимодействие с российскими коллегами. Я знаю, что у нас в Сколково есть лаборатория 3D Bioprinting Solutions, известная в России, по крайней мере. Как вы взаимодействуете с российскими коллегами? Наверняка вы не первый раз в Москве, если в России есть такая лаборатория. I would like to ask you about your interaction with the Russian colleagues, because in Сколково, here in Moscow, there is a 3D-printing laboratory, and you obviously communicate with them somehow. Есть профессор Владимир Миронов, который и в Америке, и в России работает, наверняка вы его знаете. Как вы взаимодействуете? Расскажи, что у нас есть лаборатория, и есть профессор Владимир Миронов, который я уверен, что вы имеете в виду, и в России работают. И он работает в России, и в России. Как вы работаете? Директор Анатолиева, что у нас есть лаборатория? Безусловно, да, что приятно в этой области, что все люди, которые в ней работают, с радостью друг другу помогают и вообще рады работать друг с другом. И поэтому мы работаем как с этим учреждением, так и с Сеченовским университетом. Возвращаясь к органам, о которых мы говорили, которые уже производятся, вы сказали, ну, например, сосуды для шунтирования, для операции шунтирования. Вот сказали про клетки почек. В клинике, в Америке, вошло ли это уже в клинику? И если вошло, как страховая медицина к этому относится? Какие взаимоотношения тут? Хорошо, большинство. Для того, чтобы он заканчивается к органам, которые вы уже сказали, которые уже были производствами. Вы уже mentioned vessels, вы уже говорили, что киднице, как и и другие органы. So how broadly is it accepted in the U.S. in medical institutions, and what is the attitude of insurance medicine to that? Yeah, so as we start to enter these tissues into patients, you know, a lot of this is being done under clinical trials. So they have to go through a long step of clinical trials, phase one, phase two, phase three clinical trials, each time increasing the number of patients that we treat. And the insurance then gets worked out as you start completing the phase three clinical trials, so patients can receive these treatments, and insurance companies can pay for them. Дело в том, что когда мы включаем или, скажем, вводим вот эти ткани, пациенты присутствуют на уровне клинических исследований, то есть они участвуют в клинических исследованиях в первой стадии, во второй, в третьей, и, безусловно, это процесс, за которым следит страховая медицина. Ну, то есть FDA еще это не одобрила. So there has not been a final approval by FDA on that? Yes, I think the FDA is definitely moving forward to doing the very first approvals for the technologies. It takes a long time. It takes, you know, 10, 15 years to develop a technology, all the way from one end to the other, where it can be officially released. But the fact is that the FDA does approve these trials, so that you can keep moving forward. Я напомню, что FDA – это главный регуляторный орган, который выдает разрешение на использование того или иного медицинского оборудования, лекарств, препаратов и также пищевых продуктов. Эта администрация по пищевым продуктам и медикаментам США, конечно же, одобряет то, что мы делаем поэтапно. Ведь дело в том, что такого рода процессы, для того, чтобы их окончательно отработать и утвердить, для того, чтобы выработать окончательную технологию, требуют 10-15 лет работы. Поэтому это идет, но это в процессе. Я желаю успехов всем, абсолютно всем вашим разработкам, и как научный журналист буду продолжать следить за ними с удовольствием. И как научный журналист, я буду следить за ними с очень большим интересом. И пишу о них. Спасибо большое. Это круто, что вас видеть. Спасибо большое за то, что вы нашли время на этой чрезвычайно интенсивной ассамблее, прийти в нашу студию. Я напомню нашим зрителям, что в студии у нас был Энтони Атала, патриарх регенеративной медицины, патриарха в области 3D-печати биологических тканей, директор института регенеративной медицины Wake Forest, заведующий кафедрой урологии медицинской школы Wake Forest в Северной Каролине. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.